Всем привет! Гороскоп на 22 ноября 2021 года для всех знаков зодиак. Идёт третья фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Близнецов. Продолжается 18 лунный день. В 6 часов 32 минуты Луна переходит в знак Рака. А с 17 часов 41 минуты и до 18 часов 35 минут следующего дня – 19 лунный день. 19 лунный день. Довольно тяжёлый день, связанный с перерасходом энергии. Символом дня выступает паук, практически во всех культурах олицетворяющий Творца, ткача своей судьбы. Это означает, что то, как пройдёт этот день и последующий за ним, зависит только от ваших действий, мыслей и настроения. В этот день, считающийся не очень удачным, воздух заряжён отрицательной энергетикой, мрачный день, колдовской, дьявольский. Сегодня легко поддаться искушению. Новая идея, внезапно нахлынувшая на вас, может оказаться очередным обольщением. Несчастье умело расставляет свои сети. Люди оказывают друг на друга плохое влияние. Лучше сегодня ни с кем не знакомиться, так как общение будет тяжёлым. Возможно, вы попадёте под влияние или давление своего нового знакомого. Особенно следует избегать людей, принявших алкоголь или наркотики. Эти люди могут серьёзно изувечить случайного прохожего. Чтобы легко перенести этот день, надо экономить силы. Останьтесь в одиночестве. Посвятите время очистке души, мыслей, совести. Устройте генеральную уборку в квартире. Можно сделать это в окружении горящих свеч. Также день благоприятен для отдыха на природе. Можно под вечер развести костёр. Сегодня рекомендуется тщательно обдумывать свои слова и поступки. Не будьте гордыми и эгоистичными. Если боитесь ввязаться в конфликт, лучше остаться дома. Сегодня любая мелочь, случайно обронённое слово, могут послужить причиной для ссоры. Луна благоволит одиночкам и осмотрительным людям. В 19-й лунный день сознание большинства людей окажется затуманенным. Взывать к рассудку будет непросто. Люди становятся впечатлительными. Им легко внушить какую-либо мысль. Информация обладает огромной силой. Сегодня легко впасть в зависимость от неё, стать одержимым новой идеей или новым введением жизни. Если вы чувствуете безысходность, тяжесть на душе, глубокую тоску, в 19-й лунный день это нормально. Такова уж энергетика этого дня. Займитесь любимым делом или медитируйте, чтобы не погрязнуть в унынии. Здоровье и питание. День крайне неблагоприятен для людей с нарушениями психики. Могут возникнуть также осложнения у людей с заболеваниями кишечника. Будьте осторожны и избегайте укусов животных и насекомых, особенно ядовитых. Сегодня природные яды и ядохимикаты очень опасны. Люди становятся мрачными, тревожными, некоторые впадают в депрессию. Всё это негативно сказывается на вашем самочувствии и состоянии организма. Чтобы развеяться, устройте небольшое застолье. Для близких людей, второй половинки или самого себя. Сегодня допускается даже употребление алкоголя, но не чрезмерное. Возникшие сегодня болезни следует лечить немедленно, осмотрительно выбирая лекарство. Болезнь, скорее всего, будет продолжительной и вяло текущей, но не очень опасной. Любовь и отношения. Лучше свести общение с окружающими к минимуму. Сегодня легко попасть под чужое неблагоприятное влияние. Не поддавайтесь на провокации и сами не провоцируйте людей. Выяснять отношения также не рекомендуется. Вы только сильнее запутаетесь в них. Сегодня люди обращаются с вами так же, как вы обращаетесь с ними. Поэтому будьте осторожны, выбирайте слова и не делайте глупостей. Лучше провести время дома или на природе, отключив телефон. Будьте внимательны к своим родственникам и возлюбленным. Помогите им пережить этот день без конфликтов. Заключение брака в этот день не рекомендуется. Также не стоит планировать на этот день зачатие ребенка. Работа и творчество. На работе занимайтесь обычными делами. Не начинайте ничего нового. Попытка начать крупный проект окажется провальной. Отложите серьезные финансовые вопросы и операции с недвижимостью. Также день неблагоприятен для судебных разбирательств. Будьте осторожны и вежливы в общении с коллегами. К начальству можно обращаться с вопросами или предложениями, если они не касаются новых начинаний или крупных дел. Для смены места работы или сферы деятельности день неподходящий. Если в этот день вы отправляетесь в командировку, то она пройдет благополучно. Лучше, если вы едете в одиночку. Сегодня все свои действия надо обдумывать. Один неправильный поступок может свести на нет все ваши начинания. Научные же сотрудники и творческие люди могут спокойно работать с проектами любой сложности. Сад, огород. В 19-й лунный день земля продолжает делать втох, впитывая энергию солнца и дождя. В этот момент жизненная сила стремится к корням, поэтому рекомендуется избегать любые повреждения корней, чтобы растение не погибло. Но зато это прекрасный период для обработки наземных частей растений. Можно делать обрезку и прививку. Но убывающая луну рекомендует сажать и собирать плоды, находящиеся в земле. К ним относятся все корнеплоды, которые в этот период будут обладать ценными свойствами, так как растения начинают активно накапливать полезные элементы в корнях. К рекомендуемым садовым работам на это время также относятся обрезка клубничных усов, выкапывание луковиц цветов, прореживание и прополка, борьба с вредителями. Также хорошо удобрять почву и подкармливать растения. Чтобы не пропускать наши ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы! Ваш Полар Волф. Субтитры создавал DimaTorzok